Добрый день, коллеги! Я всех приветствую! Меня зовут Илья Рудь, я IT-директор в системном интеграторе МИАТОН. И сегодня хотелось бы вам рассказать о такой возможности, как группировка виртуальных машин. Буквально недавно занимался подготовкой стенда под новый курс на Юдеме по поиску и устранению неисправностей Exchange. И возникла мысль, просто на некоторых серверах виртуальных машин довольно много и мне хотелось бы их каким-то образом группировать и делать это в консоли. Я прекрасно понимаю, что я могу использовать Virtual Machine Manager, там это более гибко, но мысль была в том, что найти какую-нибудь консоль, может быть стороннюю, которая позволяет группировать виртуальные машины в графике и как-то автоматизировать некоторые действия с группами машин. Ну, ничего путного я не нашел, но наткнулся на функционал, о котором хочу сейчас вам рассказать. Группировка виртуальных машин позволяет, во-первых, выполнять действия сразу с группой машин, ну и во-вторых, менять параметры виртуальных машин тоже в группе. И сейчас на примере стенда, который состоит из пяти виртуальных машин, я вам покажу некоторые операции. Итак, если я хочу создать какую-то группу, я использую commandlet newvmgroup, я называю эту группу tbdc. Ну, то есть от слова troubleshooting, это название курса, куда будут входить группа виртуальных машин. И dc это контроллер или контроллеры домена. Ну и дальше тип группы, vmcollectiontype. Сейчас эта группа создается абсолютно пустая. Далее я создаю еще одну группу, называю tbdc. То есть первая у меня группа будет под контроллеры домена, вторая группа под все остальные сервера. Но, как вы понимаете, сейчас эти группы, они пустые. То есть если я хочу добавить виртуальные машины в группы, то делается это достаточно легко. Через commandlet addvmgroupmember можно указать в какую группу и какую виртуальную машину вы хотите добавить. То есть в первую группу я добавляю виртуальную машину свой контроллер домена. Ну и во вторую группу добавлю все остальные виртуальные машины. Ну в данном случае это два exchange сервера, клиентский компьютер и еще одна система, которая под управлением CentOS, которая используется для пересылки почты. Итак, у меня сейчас есть две группы. В первой группе одна виртуальная машина tbdc1 и во второй группе четыре виртуальных машины. Когда вы сделали такую операцию, создали группы и положили в них виртуальные машины, вы всегда можете посмотреть, какая виртуальная машина в какую группу входит. То есть это перечень виртуальных машин сейчас на экране, которые на этом хосте подняты. И мы видим, что большинство виртуальных машин не входит ни в какие группы. Ну а вот виртуальные машины под курс по траблшутингу, они распределены. Далее, что я делаю? Я могу посмотреть, какие виртуальные машины входят в ту или иную группу. То есть выбираю группу tb-servers и вижу, во-первых, параметры этой группы, во-вторых, список виртуальных машин. Ну, все достаточно просто. Дальше мы можем создавать группу более высокого уровня и включать в нее несколько других групп. То есть я сейчас использую такой же commandlet new vm-group, указываю имя еще одной группы tb-course. Эта группа будет включать две более мелких группы, то есть по сути все виртуальные машины данного курса. И указываю уже совершенно другой тип, management collection type. Итак, создаю еще одну группу, а теперь нужно вот в эту крупную группу положить две более мелких. Делается также через PowerShell и достаточно легко. То есть через commandlet add vm-group-member вы указываете в какую группу и какую группу кладете. Ну вот такая вот масло-масляная получается. Что далее? Далее я хочу включить вторую группу, выполняю commandlet. Итак, у меня теперь есть две более мелких группы и одна группа другого типа, которая включает эти две мелких группы. Итак, что мы сейчас видим? Мы видим сейчас, что у нас есть две группы tb-dc и tb-servers. Итого, что я сейчас имею? Я сейчас имею две так называемые vm-collections groups. Одна группа включает в себя только виртуальную машину tb-dc1. И вторая группа vm-collections включает в себя четыре виртуальных машины. Плюс я создал management collection group, которая включает в себя обе группы. То есть я могу в принципе оперировать отдельными маленькими группами и большой management группой. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Сейчас я кладу в переменную groups всех членов своей большой менеджмент группы. То есть все виртуальные машины, которые были объединены двумя группами поменьше. Теперь хочу посмотреть этих членов и вижу, что у меня здесь пять виртуальных машин. Что я сейчас сделал? Я запросил членство для своей большой менеджмент группы и посмотрел, какие виртуальные машины в нее входят. И получил вот эти пять виртуальных машин. Как я могу теперь работать с этими группами? То есть если я, к примеру, хочу восстановить все виртуальные машины из снэпшота разом, то сделать это достаточно легко. Я могу взять всех членов своей менеджмент группы, все виртуальные машины, получить снэпшоты, снимки и нажать ресторы VM снэпшот. То есть через команд лет ресторы VM снэпшот восстановить все виртуальные машины. И они у меня сейчас действительно откатились. То есть это достаточно легко проверить. Я могу зайти на свой диск, где хранятся виртуальные машины и посмотреть, что у них AVHDX файл. Ну тот файл, тот виртуальный жесткий диск, куда пишутся данные после создания снэпшота, он стандартный по 4 мегабайта. Теперь, к примеру, я хочу запустить виртуальные машины. Но мне нужно вначале, чтобы у меня запустился контроллер домена. И я передаю запуск StartVM только для членов своей маленькой группы, куда входит только контроллер домена. И сейчас этот контроллер домена, как вы видите, пошел загружаться. И когда он абсолютно нормально загрузится, я точно так же могу запустить одной командой все остальные сервера. Только теперь указав небольшую VM Collection группу. Давайте я это сделаю. Я нажму StartVM. И сейчас все оставшиеся 4 виртуальные машины у меня будут запущены. Не обязательно запуск, не обязательно восстановление снэпшотов. Можно точно так же управлять какими-то параметрами виртуальных машин. Например, у меня на виртуальных машинах в компонентах интеграции отключена синхронизация времени. На всех виртуальных машинах давайте проверим, что Time Synchronization убран. И я хочу его для всех виртуальных машин включить. Как я это сделаю? Я выберу членов своей группы TB Servers, там где у меня 4 виртуальных машины. Запрошу компоненты интеграции. И через Commandlet Enable VM Integration включу параметр синхронизация времени. Давайте посмотрим, включился ли он. Захожу в параметры виртуальной машины. Как мы видим, галочка Time Synchronization стоит. То есть, вот таким вот образом можно абсолютно спокойно менять. Да, возможно, в повседневной жизни это не очень удобно. Но если вы хотите автоматизировать в скрипте запуск каких-то виртуальных машин, изменение параметров виртуальных машин, восстановление снэпшотов, вы можете использовать группы и простое скриптование для того, чтобы решать свои задачи. Моя задача очень простая. У меня есть стенды виртуальных машин, на которых студенты делают лабораторные работы. И после каждого студента лабораторная работа, она должна откатиться назад. То есть, в исходное состояние. И каждый раз выбирать виртуальную машину, нажимать Apply и так далее, потом запускать, ждать загрузки контроллера домена, потом запускать все остальные сервера. Мне это очень и очень неудобно. И эти вещи я скриптую. И скриптование с используемым групп будет значительно проще. Итак, коллеги, я надеюсь, эта информация была вам полезна.